Современная инженерия для подростков. С 24 по 28 апреля во Всероссийском детском центре Орленок прошел заключительный этап Олимпиады национально-технологической инициативы, организатором которой выступил Московский государственный машиностроительный университет и политехнические университеты Санкт-Петербурга и Томска. Олимпиада НТИ – это командное инженерное соревнование среди старшеклассников, направленное на развитие творческих способностей, интереса к научной и технической деятельности у ребят. Как проходили баталии среди лучших умов России, смотрите далее. Автономные и транспортные системы – одно из направлений Олимпиада. Здесь ребята учатся не только собирать машины, они познают и применяют на практике программирование своих ботов. Это гоночные машины, направляющие спутники, квадрокоптеры и мини-катамараны. На Олимпиаде юных гениев национально-технической инициативы и прекрасная половина человечества. Катя Солонина переехала из Челябинской области, занимается не женским делом, не первый год. Катя считает, что творить, делать научные открытия и конструировать робототехнику – ее призвание. Прямо сейчас я занимаюсь подключением фоторезисторов к общей плате, чтобы он понимал, когда он пройдет в форт. Большие данные или бигдата – так называют это направление его участники. Оно собрало немалое количество компьютерных гениев со всей страны. В обработке этих ребят любые цифры и гигабайты информации летают словно воробьи с платформы на платформу. Олимпиада – это возможность показать себя и возможность взаимодействовать с лидерами так называемой национальной технологической инициативы. Это мощное движение, которое ориентировано на то, чтобы наша страна вышла в лидеры в технологиях нового уклада, которые уже наступают и все во всем мире их чувствуют. Умные микросети EnergyNet проектируют юные ученые всего за 10 минут. Разработать такую программу одному – долгое и кропотливое дело, поэтому ребята делятся на команды по 5 человек. После выполнения первого задания сбора сети ребята монтируют ее, подключают к каждому зданию. Макет города как настоящая – школа, больница и даже ветряная мельница, которая обеспечивает электричеством весь город. Суть игры в том, что ребята моделируют небольшую энергосистему, в которой есть альтернативные источники генерации, солнечные батареи, ветряки, дизель-генераторы и аккумуляторы, которые выравнивают выдержку. То есть их задача создать топологию, которая будет максимально отвечать происходящему. Вот за нами сейчас погас свет, это имитация дня и ночи, которая происходит. Есть ветер, который меняется в соответствии с установками предварительными. Соответственно, задача ребят – создать сеть и продиспетчеризировать ее в условиях энергодефицита. Участники Олимпиады сообща проектируют, создают, программируют устройства и инженерные системы, а затем испытывают их в формате соревнований. Одним из собранных устройств становится функциональная модель орбитального спутника, включающая бортовой компьютер, систему электропитания, набор датчиков и камеру. Мне кажется, это очень интересно. И вообще, у меня всегда расположенность была ближе к техническим, точным наукам, нежели к умунитарным или биологическим. Поэтому я здесь. Изобретения и макеты юных ученых поражают и радуют организаторов с таким подрастающим поколением технологическое и научное будущее страны и даже планеты в надежных руках.